Цена безопасности Польша решила потратить 2 миллиарда долларов, чтобы построить на своей территории американскую военную базу. Это предложение Варшавы уже обсуждают в Вашингтоне и осуждают в Москве. Все детали выяснял Дмитрий Анопченко. Польский план прост. Гарантировать свою безопасность за счет того, что на территории страны будет размещаться постоянно действующая база армии США. И Варшава не просит, чтобы Америка все это профинансировала, а готова от полутора до двух миллиардов долларов выделить из своего бюджета. Построить военные объекты и госпитали, дома, школы и спортивные залы для персонала базы и их семей. Как выяснила американская пресса, это предложение уже направлено в Конгресс и Белый дом. И здесь, в Вашингтоне, оно явно встретит одобрение. Ведь одно дело, когда союзник просит финансовой помощи, и совсем другое, когда готов большую часть расходов взять на себя. И американскому военному ведомству придется только создать новое подразделение и направить туда солдат и офицеров. Причем речь идет о размещении целой дивизии. А по армейским правилам это от 12 до 25 тысяч человек. В Соединенных Штатах официальных комментариев пока нет. Тут сегодня праздничный день. А вот в России уже разразились гневными заявлениями. Мол, пытаются отговорить Варшаву, а если не удастся, пойдут на ответные меры. Вот только что именно в этой ситуации способна сделать Москва, не уточняется. Но эта риторика способна только раззадорить конгрессменов, когда дело дойдет до обсуждения в Сенате. Ну а глава Пентагона Джеймс Мэттис уже заявил, что американское военное ведомство готово нарастить свой контингент в Польше. Поэтому польский план может быть реализован уже в 2019-м. Благо военный бюджет США еще только согласовывают, и в него можно внести правки. И Америка, похоже, внесет свою лепту, раз уж сами поляги готовы на миллиардные траты. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.